И никто не читал поправки. Поправки-то были в пользу любителей сделаны. Сегодня руководители Верхневолжского территориального управления Росрыболовства из Твери приехали в Ярославль. Пока новый законопроект о любительском рыболовстве еще не принят, представители этого ведомства объясняют рыбакам, по каким правилам им предстоит жить. Фишкарты, которые вызвали много споров, должны будут покупать только те, кто ловит рыбу за пределами своего региона. Что творится на рыбском водохранилище? Там москвичей процентов 80. Люди, которые доехали из Москвы до Рыбинского водохранилища, я думаю, фишкарты за 500 или 365 рублей, я думаю, вот это как раз для них не проблема. На митинги протеста в марте этого года вышли рыбаки по всей стране. Основной причиной стало то, что предпринимателям передали во временное пользование участки, где они организовали платную рыбалку. После митингов объявили мораторий, но в Ярославской области 12 успели передать. Мы сейчас предлагаем вообще-то от этой фишкарты отказаться. Также рыбопромысловые участки, как они были, так они их и оставили. Хотя мы предлагали их вообще отменить. На каких основаниях, то есть у нас, наше государство посчитало, что все свободные места для рыбной ловли лучше оказываются в частных руках. К новому законопроекту многие рыбаки-любители относятся скептически. Так же, как и к тому, что бизнесмены наведут порядок на веренных им водоемах. Правда, в новом законопроекте участки, где предприниматели могут организовывать платную рыбалку, четко прописаны. Это или пруды копани, или карьеры. То, что является чаще всего или частой собственностью, или собственностью муниципальной. Или водоем, который не имеет рыбохозяйственного значения. Но водоем, в нем нет рыбы. Реки однозначно рыбопромысловые участки исключаться не будут. Но те участки, которые отдали, будут перезаключены договора. Но, естественно, после проверки. Потому что этот закон, он как бы не отменяет вступившую, извините меня, в законную силу договорные отношения. Проект закона о любительском рыболовстве еще не принят. В Госдуму его планируют внести до конца этого года. А каким он будет, волнует немалую часть россиян. Количество рыбаков-любителей в нашей стране оценивается в 25 миллионов человек. Зоя Рыжкова, Сергей Чекмарев, Городской телеканал.